На возвращение регалий кубанского казачьего войска ушло 12 лет. 250 реликвий, многие из которых сегодня на реставрации. 250 святынь не только для края, но и для всей страны. Несколько поколений казаков молились у этих икон. Им не меньше двух веков. Здесь память о героях, награжденных орденами, чьи имена навсегда вписаны в историю, встававших под знамена своих полков по первому золу Родины. Здесь корень побед и не только прошлых, говорит Александр Ткачев на встрече с участниками Координационного совета движения «За веру Кубани Отечество». К сожалению, во время перестроек, реформ, было очень много потеряно, очень много наносного, чуждо нам по духу, по совести. И особенно молодежь, да и подавляющее большинство жителей, как-то это чувство ответственности за страну, патриотизма немножко притупилось. Не было сопричастности каждого жителя края, страны к нашим символам. То есть символы были одни, а мы как бы сами по себе. И слова гимна, и флаг, это все как-то не очень волновало, не очень трогало. Мне кажется, наступил тот момент, переломный. И, конечно, мы этим должны гордиться, и, безусловно, максимально об этом рассказывать, не побоюсь слова, пропагандировать, рекламировать, говорить правду. Переломный момент – это циничная выходка американской группы с российским флагом. А вот события, последовавшие дальше, по мнению Александра Ткачева, момент уже исторический. Такого единения, такого порыва жестко сказать вместе нет, надругательства над символами страны в новой истории России еще не было. А ведь до этого казалось, что нынешнему поколению больше знакомы герои американских комиксов, чем слова российского гимна. Нужно молодежь сейчас возвращать к своим историческим корням, духовным корням, чтобы молодежь воспитывалась не тем, что показывают нынче по телевизору с западными ценностями, а то, чем жили наши предки. То, на чем строилась земля русская, то, на чем строилась земля кубанская. Чувство гордости за свой триколор испытал каждый, кто был на последнем матче между Кубанью и шотландским Мазервеллом. Поколению Пепси на Кубани вовремя сумели объяснить. Гордость – это твои корни, это вера и традиции твоих прадедов-казаков. Хотя противников такого воспитания вначале было немало. Я в Москве почувствовал эту реакцию. Вы куда смотрите, как член Совета Федерации? Ваш Ткачев – националист. Вы посмотрите, что он творит у вас на Кубани. Если бы Ткачев был националист, он бы нами, казаками, обсадился в правительстве. И вы бы, конечно, это прочувствовали. Я говорю, может быть, в финансах вы нас, казаков, много видите? Может, в средствах информации мы, казаки, там преуспели? А, Александр Николаевич, все, мы с вами согласны, нам все понятно. На правильном пути стоим, Александр Николаевич. Казачество надо укреплять. Это наши корни. Это наша история. Я москвичам сказал, я говорю, ну, вот вы москвичи родители имеете? И дедов своих имеете? И мы, казаки, имеем, и мы их любим так же, как любите вы. Что же вы нам хотите запретить? Эту сыновью, любовь-то к дедам и прадедам, к истории своей? Нет, ребята, вы нас, казаков, с панталыгу не собьете. В пример тех, кого сбили с верного пути, где вовремя не вспомнили о своих исторических корнях, Николай Кондратенко привел коренных жителей Ставрополья, которые дома чувствуют себя уже гостями. Кубань – регион гостеприимный, но хозяева в станицах казаки. И об этом слух, так же, как и о вере, здесь не стесняются говорить. Вот если мы искренне вспоминаем слова, о которых говорят сейчас-то казаки, казак без веры, не казак, то Кубань без веры, не Кубань. Но Россия без веры – это Европа с теми последствиями, которые сегодня она пожинает. За веру Кубань и Отечество – это не просто слова. Это поддержка, во-первых, нашего государства, государственной власти и власти на Кубань. Я говорил об этом во всех остановках при проведении круглых столов, что нам нужно поддержать и нашего губернатора, который призывает наши кубанские семьи иметь по три ребенка. И я, знаете, с чувством радости проезжаю по дорогам нашей Кубани и, скажу вам откровенно, читаю вслух присутствующим со мной, где бы они путешествовали, вот эти призывы. Многодетная семья Кубани – это ее гордость и твердая опора. На заседание Координационного совета зачитали обращение к жителям края. В нем участники совета призвали всех активно включиться в работу по патриотическому воспитанию кубанской молодежи. И в городских центрах, и в сельских поселениях символы страны должны быть не просто известны, а стать популярными. Сегодня, когда мы говорим о популяризации, вот, скорее всего, правильно говорить о пропаганде национальных символов. И здесь важна роль каждого члена этого сообщества, этого Координационного совета, потому что это мощные патриотические общественные силы, им нужно объединяться. И, наверное, сам Бог велел объединяться под таким лозунгом «За веру Кубани и Отечество». Кубанская молодежь должна знать не только гимн и флаг своей страны и региона. Александр Ткачев поддержал идею провести среди кубанских школьников специальный конкурс на знание отечественных наград и медалей. Все это, и особенно патриотизм, патриотическое начало, нести в молодежную среду нашей школы. Убежден, что любовь к своей большой родине, к малой родине начинается, конечно, со школьной семьи, и там формируется человек. Думаю, что как раз 1 сентября в школы и в вузы нужно пригласить очень важных, авторитетных, известных людей, спортсменов, врачей, ветеранов, чтобы они, конечно, на личном примере, опыте могли показать, почему нам нужно гордиться своей страной, почему мы должны знать ее историю. Я считаю, что такая тактика малых дел, она, на мой взгляд, очень портутина сработает, потому что это все исходит изнутри, от нашего сердца, от нашей души. Губернатор также обратился к участникам координационного совета с просьбой подготовить свои предложения. Их обсудят в начале сентября в Краснодаре на форуме движения «За веру Кубань и Отечество». Яна Маскаленко, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.